Вот так. У меня такой чисто монашеский вопрос. Вы сейчас говорили о вычитке правилей, да, или вычитке молитв. Да? Но любая молитва, даже тот же Отче наш или Иисусова молитва, это тоже молитва. И вы сейчас сделали акцент на том, что сказать пять слов лучше, чем сказать, вычитать. Ну, не лучше, а со вниманием это, чем, значит, какое-то правило. Но скажите, пожалуйста, если монах читает правила по чёткам, и он тоже читает, будем говорить, так, невнимательно, а лишь бы вычитать, тогда что получается у нас, что Иисусова молитва, она как бы пустая, и что она в очах Господа будет грешна? Во-первых, ни в коем случае не лучше. Не лучше. Это слово ни в коем случае не тебя употреблять. Когда я говорил об этих пяти словах, я сказал, с чего нужно начинать учиться. Если мы хотим исполнять своё правило должным образом, то мы должны постоянно употреблять такое слово, и его употребляют отцы, упражняться в молитве Иисусовой в этих пяти словах. Ну, пять или восемь, пожалуйста, это неважно. Вот. Потому что если мы не будем упражнять своё внимание, свой ум сосредотачивать и держать его внимание даже на этих пяти словах, то разве сможем мы потом больше? Поэтому, какие бы молитвы мы ни читали, какие бы молитвы мы ни читали, всё время надо ловить себя на чём? Уплыло внимание? Опять схватить. Отче наш, иже еси. Дальше я уплыл. Ой, хлеб наш насущный, опять я вспомнил. А вспомнил. Так, опять уплыл. Ах, да будет воля твоя! То есть, постоянно возвращать своё внимание к словам молитвы. Это необходимо. Особенно читая, когда правила. Постоянно возвращать надо своё внимание. А не просто так, знаете, к чему мы привыкли. Читается и читается. Та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та. Вышла кошка за кота. Да. И идёт, знаете, течёт. Вот. Ловить своё внимание. И постоянно его возвращать к словам молитвы. Но научиться можно. Учиться этому нужно. Учиться. То есть, когда не правила исполнять, а постоянно. Сидим, идём, лежим, работаем. Постоянно вспомнили. И опять эти пять слов. И опять, и опять. И только путём вот такой тренировки мы постепенно сможем тогда и наши более длительные правила, там и молитвословия, можем уже постепенно совершать всё с большим вниманием. Вот так. А этим учиться. Как можно чаще повторять. Вот таким образом. Алексей Ильич Пумович.